Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! Смотрите сегодня. От промышленных парков до термальных спа-курортов Кубань представляет свой потенциал на российском инвестиционном форуме в Сочи. Регион разделили на пять экономических зон и две агломерации – Краснодарскую и Сочинскую. Долина Васта. В Красной Поляне появится новый туристический объект с бальнеологическим направлением. Дальнейшее развитие горного кластера на инвестфоруме обсудили при участии губернатора Кубани. Гид-историк, культуролог, музейно-работник, этнограф. И это все о сочинском экскурсоводе, который должен быть самым эрудированным. Для этого на курорте создан профессиональный клуб экскурсоводов с бесплатным обучением. Хади Россия. В Сочи собрались тысячи любителей северной ходьбы с палками. Всероссийский слет возглавила известная российская фигуристка Ирина Слуцкая. На российском инвестиционном форуме сегодня стартовала деловая программа. Официальный старт работе дали заместитель председателя правительства страны Дмитрий Казак и губернатор Краснодарского края в Немин Кондратьев. На торжественном приеме от имени организационного комитета они поприветствовали участников. В этом году их рекордное количество. Из года в год растет число участников форума. И за последние пять лет, когда мы находимся здесь, в Адлере, в Меретинской низменности, мы сегодня побили рекорд. В этом году число участников на четверть больше, чем было в году прошлом. Присутствуют практически все руководители российских регионов. Наш форум призван как раз к тому, чтобы обеспечить этот диалог по самым различным направлениям деятельности органов государственной власти. Традиционно уже стало для Сочи, для всех нас, начинать Новый год с обсуждения экономических, инвестиционных тенденций. Если еще два-три года назад мы говорили об импортозамещении, говорили о том, что сегодня внутренний рынок страны позволяет нам модернизировать различные отрасли нашей экономики, развивать те отрасли, которые чуть-чуть у нас подотстали или создавать новые, то сегодня мы уже говорим об экспортной ориентированности продукции субъекта Российской Федерации, в том числе и продукции, которую выпускает Краснодарский край. Это говорит о том, что, конечно, экономика нашей страны развивается, как и развивается экономика наших регионов. Я уверен, что все здесь вы активно будете искать и новых партнеров, сотрудничества, в том числе и в рамках своих компетенций и развития собственного бизнеса. Основной темой инвестиционного форума в этом году станет реализация приоритетных национальных проектов. 58 проектов, 5 экономических зон, 2 агломерации. Кубань представляет свой потенциал на российском инвестиционном форуме в Сочи. Губернатор Краснодарского края одним из первых посетил стенд региона. В этом году упор в оформлении сделали на высокие технологии. О том, чем именно на Кубани будут привлекать инвесторов, говорили на презентации проектов. Все детали в нашем следующем сюжете. В этом году экспозиция Краснодарского края как никогда высокотехнологична. Муниципалитеты отказались от больших стендов и объединились в экономические зоны. Информацию обо всех инвестпроектах можно узнать всего через пару кликов. Таким образом мы видим, что инвесторам предлагает тот или иной район. От промышленных парков до термальных спа-курортов на всероссийском инвестиционном форуме Кубань представляет 58 проектов. Все предложения, сформированные муниципалитетами, отвечают стратегии 2030, которую приняли в прошлом году. Документ уже расставляет приоритеты для будущего развития края. Исходя из этого, каждый район должен выявить сильные стороны своей территории. Неизменным остается одно – улучшение качества жизни кубанцев. В этот раз мы подошли абсолютно нестандартно, необычно. Это не рядовые проекты, связанные со строительством, либо капитальными вложениями. А именно мы пошли по стратегии развития Краснодара «Умного города». Это очень интересные проекты. Они связаны с развитием комплекса жилищно-коммунального хозяйства, социальной инфраструктуры, транспорт, дороги. Привезли проекты мы, конечно. Это два очень прорывных и серьезных проекта. Первый – это строительство газотурбинной станции, ударной на 500 мегаватт. И второй – вагоноремонтный завод. Вагоноремонтный завод, который будет, эти два инвестиционных проекта будут реализовываться на территории Крымского района. Строительство нефтеперерабатывающего завода объемом порядка 6,5 миллионов тонн в год. Объем инвестиций в 65 миллиардов рублей. Это очень серьезный проект. У нас в Славянском районе очень серьезно развивается промышленность. Поэтому мы надеемся, что этот проект нам даст дополнительно 500 рабочих мест. Поступления в консердивный бюджет огромные. Поэтому надеемся, что у нас все получится. Регион разделили на пять экономических зон и две агломерации – Краснодарскую, Сочинскую. В них определены ключевые проекты, которые станут реальными точками роста территории. И если в предыдущие годы губернатор вместе со своими заместителями обходил все 44 стенда муниципалитетов, то теперь на форуме решили подойти к этому вопросу более стратегически. Главы защищали свои инвестпроекты на презентации. Самая большая экономическая зона по количеству городов и районов – Центральная. На территории 11 муниципалитетов уже планируют реализовать четыре прорывных проекта. Один из них будет направлен на решение вопроса энергодефицита в крае. «Специализация нашей зоны, конечно же, на следующем основывается. Это транспортно-логистический, конечно же, комплекс, промышленный комплекс, агропереработка. И мы можем сказать, что в нашей зоне есть два района, такие как Славянский район и Приморско-Ахтарский, и еще Абинский район, который как раз-таки с помощью своих направлений, в одном – это активный туризм, в других – это морское побережье и рекреация. Все это дает специализацию нашим зонам». Черноморская зона, например, представлена проектом строительства винодельни, которая будет работать по принципу полного цикла – от выращивания винограда до продажи уже непосредственно вина. А Восточноэкономическая зона предлагает реконструкцию уникального крахмального завода, единственного в стране по производству мальтодекстрина. Мениамин Кондратьев отметил, что главам районов необходимо выработать конкретный алгоритм работы, чтобы описанные проекты на бумаге в ближайшем времени реализовались. «Никого не интересует, насколько мы старались, сколько часов в сутки мы работали, насколько мы активны. Населению нужны результаты. Я это не раз говорил. Результаты. В детстве, наверное, у всех была такая игра, как мы делали – не скажем, а что сделали – покажем. Вот, наверное, самый главный должен быть принцип в нашей работе. Надо, в целом, нам всем понимать, что мы хотим получить на выходе. Каждый видит по-разному, наверное, принцип достижения экономических результатов в той или иной экономической зоне. Коллеги, это не значит, если мы в рамках стратегии расставили приоритеты развития экономических зон, то эти приоритеты незыблемы. Ни в коем случае. В народе говорится, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Поэтому, если в той или иной экономической зоне в ходе реализации возникнут новые приоритеты экономического роста, те стартапы, конечно, к ним нужно прибегать. Экономические зоны, как и стратегия, могут трансформироваться, исходя из экономических реалий сегодняшнего и завтрашнего дня». «И здесь нужно ориентироваться и на жителей края, и на гостей, которые ежегодно приезжают на Кубань», отметил губернатор. Тем более, у региона есть все возможности, чтобы в дальнейшем закрыть потребности внутреннего рынка России. «И краснодарская агломерация, и сочинская агломерация – это огромный, еще раз подчеркиваю, огромный рынок сбыта для наших сельхозпредприятий и наших переработчиков, наших, краевых. И мы вот где-то этот рынок не используем. Мы все время пытаемся найти какие-то другие рынки сбыта, выйти, понятно, за пределы края, нормально, на внутренний рынок страны. Коллеги, у нас свой рынок. Нам нужно сделать анализ потребительского рынка. И из этого, конечно, уже исходить, привлекая инвестор. Потому что просто что-то выпускать или перерабатывать, только потому что мы этого хотим, это неправильно. Конечно, в первую очередь, любой инвестор думает о сбытии продукции, которую он будет перерабатывать, либо производить. И вот здесь мы должны в помощь ему проанализировать рынок и сказать, что вот емкость вот такой-то продукции вот такая. После презентации муниципальных проектов, меня Амин Кондратьев осмотрел стенд края. Сочи, Краснодар и Невроссийск вошли во всероссийский проект «Умный город». Он презентует внедрение цифровых технологий в городскую среду. Например, «Умная ЖКХ» или «Умный транспорт». Губернатор отметил, важно, чтобы эта программа была не просто красивым проектом, а нашла реальное применение в жизни кубанцев. Как сделать так, чтобы эта программа реально заработала на горожанина, на людей, которые живут в том или ином населенном пункте? Вот тут должно быть комплексное решение. Не просто программа распознает, способствует. А как реагировать сегодня местной власти и с помощью каких-то инструментов и ресурсов на то, что она распознала, обнаружила, выявила? Вот в чем самый главный вопрос. Идеокамеры, конечно, которые должны фиксировать это, где мусор не вывозится с тех или иных улиц, а в течение часа, если уже зафиксировал «Умный город» эта программа, что мусор не вывозится, в течение часа этот мусор должны вывести. Скорость реагирования. Абсолютно. Потому что просто «Умный город» ради «Умного города» эта программа нам не нужна. И она мне не нужна, и горожанам не нужна. На рифе не забыли о туристических проектах. Гости форума смогут погрузиться в эпоху Боспорского царства. Участников будут встречать древние греки. Маршрут «Золотого кольца» Боспорского царства объединил античные полисы, которые существуют на территории края, а также археологические музеи-заповедники. Тур-операторы уже начали активные продажи по этому направлению. Те, кто по этому туристическому маршруту поедет, они же тоже потенциальные покупатели, в том числе того, что мы производим на Кубани. И в нашем крае сувенирные продукции, продукты питания. То есть это так называемый мультипликативный эффект, который мы можем получить. Все, в том числе точки притяжения, с точки зрения туристической составляющей, мы должны использовать. Экономический проект, экономический. Не только туристический, экономический еще с помощью. Глава региона более подробно рассмотрел проект Южного экспортно-импортного хаба. Он включает в себя 9 портов и 4 аэропорта. Губернатор отметил, масштабный перегрузочный узел обеспечит совершенно иные возможности, как для края, так и в целом для Юга России. Вместе с тем необходимо выработать единую транспортную логистику. Наше побережье, да, это не одна большая причальная стенка. Баланс, еще раз, балансированность интересов и края, и жителей региона, ну и, конечно, инвесторов, которые хотят строить портовую мощность. Это балансированность интересов. А просто отпустить эту ситуацию на откуп сегодня инвесторам мы не можем. Деловая программа форума начнется уже завтра на стенде Краснодарского края последнее приготовление. У регионов будет всего два дня, чтобы заинтересовать инвесторов на полях рифа. Экспозицию Кубани планируют посетить руководители порядка 10 городов, ведь он самый масштабный. Его площадь более полутора тысяч квадратных метров. Яна Бузычкина, Виктор Чаусов, Денис Перец и Алексей Комаров. Кубань, 24, Сочи. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сезон больших скидок в торговом центре Мюнхен до 70%. Модная европейская одежда и обувь по супервыгодным ценам. В магазинах торгового центра Мюнхен скидки 30, 50 до 70%. Модные бренды, оригинальный дизайн, яркие аксессуары. Мюнхен. Время выгодных покупок. Уже с самого утра Венемин Кондратьев успел провести ряд рабочих встреч. На полях инвестфорума в Сочи губернатор обсудил строительство бальнеологического курорта в Сочи и дальнейшее развитие Розы Хутор с генеральным директором горного курорта Сергеем Бачиным. Бизнесмен рассказал, что в планах не только расширить мировой курорт, но и создать совершенно новый – долина Васта. Вне Мин Кондратьев отметил, важно, что горная местность теперь будет славиться не только горнолыжными трассами, ведь на Розе Хутор планируют развивать и бальнеологическое направление. Сегодня Красная Поляна в целом нуждается в развитии, потому что количество туристов год от года, отдыхающих, растет. Если мы сегодня будем максимально стараться еще и расширить спектр услуг, которые сегодня можно получить на нашем уже мировом курорте Красная Поляна, то я уверен, что их будет еще больше. Бальнеологическое направление, мы о нем всегда говорим, и я еще раз хочу подчеркнуть, это принципиально сегодня для администрации края, для власти. В целом для страны важно, чтобы все-таки уделили внимание больному направлению. Возможности края сегодня с точки зрения оздоровления, они не ограничены. Просто нужно умело пользоваться этими ресурсами. Я не знаю, насколько он будет коммерчески окупаемым, но то, что он будет значимым и привлекательным для отдыхающих, не только нашей страны, я уверен, из Рубежья, пусть даже ближнего. Это однозначно. Безусловно, мы считаем, что это будет и интересно для туристов, и коммерчески тоже очень интересно. Почему? Ведь одна из проблем любого курорта – это сезонность. Например, если вы берете море, то замечательно море летом. Если мы берем горнолыжную тему, она замечательно зимой. А когда мы говорим про балнеологию, это работает круглый год, и особенно во внесезон. И в этом смысле как раз, я думаю, что мы не просто будем балнеологию развивать, для нас это еще и будет определенное сбалансирование всей инфраструктуры, которая там находится. На курорте «Роза Хотор» ежегодно отдыхает порядка двух миллионов человек, поэтому необходимо, чтобы возведение дополнительной инфраструктуры было максимально безопасным и экологичным, отметил губернатор. Ну а туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства» получил всероссийский статус. Сегодня на инвестиционном форуме в Сочи в присутствии премьер-министра страны Дмитрия Медведева было заключено соглашение о сотрудничестве между Ростуризмом, Краснодарским краем, Ростовской областью, Крымом, Севастополем и Русским географическим обществом. Важный для отрасли документ подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Председатель правительства сегодня задержался на стенде Краснодарского края. Глава региона представил Дмитрию Медведеву проект «Золотое кольцо Боспорского царства». Маршрут объединяет сразу четыре субъекта России. Как заметил Вениамин Кондратьев, сегодня важно комплексом подойти к развитию курортных территорий Азовско-Черноморского побережья. У нас сегодня есть уникальная возможность сэкономить в сфере субъекта Краснодарского края, этого Ростовского и Крыма, сделать честную экономику. Проекты есть, как раз, «Золотое кольцо Боспорского царства». По большому счету, является маршрутом, который явно будет востребован сегодня отдыхающими, туристами, потому что на самом деле он объединяет, я уже сказал, четыре региона и максимально проложен по тем местам, которые являются исторической достопримечательностью уже юга России. Вы хотите эти маршруты субсидировать или просто развивать дороги? Уже смотрите, инфраструктура вся есть, потому что и Крымский мол даст, и используем то, что есть, и хороший фонд гостиниц и так далее. И что принципиально важно, мы не будем видеть туристов, все южные регионы объединяются, и экономика общее, абсолютно верно. Предполагается, что маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» будет включать 10 городов и поселков, где расположены античные артефакты. Проект «Умный город» реализует в Сочи до 2024 года. Программа предусматривает использование цифровых технологий в различных сферах городской жизни. Она представлена на площадке Инвестфорума. В Сочи умные решения уже внедрены в транспортной инфраструктуре, в системе «Безопасный город», ведется цифровизация в санаторно-курортной отрасли и в инфраструктурных сетях. В частности, на территории города действует бесшумный Wi-Fi. Внедрять новые технологии будут также в ЖКХ, образование и социальную сферу. Планируется и создание «Цифровой долины» – акселератора IT-проектов для команд разработчиков из России и соотечественников из-за рубежа. Мы планируем подписать соглашение и с Ростелекомом, и с Мегафоном, и с Росатомом. Все эти партнеры наши будут нам помогать в создании умного города. Мы уже в этом году, к началу летнего сезона, планируем, что у нас появится приложение по объектам показа, по нашим экскурсионным маршрутам. Наряду с теми инвестиционными проектами, которые имеют материальное подтверждение, то есть деньги, еще очень много будет подписано договоров, которые будут подписаны с нашими партнерами. Партнеры, которые будут нам оказывать помощь и партнерское взаимодействие в создании умного города. Все это предполагает улучшение контроля за качеством предоставляемых населению услуг и развития городской инфраструктуры. Проект «Умный город» планируется реализовать до 2024 года в рамках двух нацпроектов – цифровая экономика и жилье и городская среда. В Сочи при городском собрании создан клуб экскурсоводов. Его главная задача – объединить сочинских гидов и научить их работать на высоком профессиональном уровне. Для экскурсоводов планируют организовать и бесплатные курсы. Клуб экскурсоводов при городском собрании Сочи пока не определился с названием, но зато ясны цели и задачи. Как отметили члены клуба, многие экскурсоводы не отвечают современным требованиям. Нередко ими становятся случайные люди, которые дают неверные исторические факты, путаются в датах и названиях. Просто пускать на самотек это дело, оно уже показывает, что это приводит к некачественному оказанию услуг. Поэтому здесь мы благодарны нашим отдельным туристическим фирмам, которые вышли с предложением их объединить на чьей-то платформе, на чьей-то базе для того, чтобы проводить обмен опытом, проводить учебу, конкурсы, которые бы повышали выработать какие-то общие требования к экскурсоводам. То, что сегодня уже прозвучало на первом, что ввести аттестацию экскурсоводам. Депутаты вместе с профессиональными экскурсоводами решили, что нужно наводить порядок. Есть, конечно, специализированные курсы, но желающим готовы помочь и бесплатно. Для этого члены клуба проводят семинары, указывают на распространенные ошибки, а главное учат преподносить гостям курорта материал в увлекательной и интересной форме. Я заметила, что этого нет, потому что многие дают это чисто лекционный материал. Это мало интересно. Сейчас информацию можно подчеркнуть откуда угодно. А вот как ее преподнести так, чтобы на протяжении всего маршрута у людей глаза светились, люди в глаза тебе смотрели и вопросы задавали, и возвращались с экскурсиями в состоянии восторга и полета, чтобы они действительно сказали, вот это супер экскурсовод. Экскурсоводы – это представители курорта. От них во многом зависит, какое впечатление о городе сложится во время пребывания гостей в Сочи. Поэтому профессиональный клуб намерен поднять уровень сочинских гидов при поддержке депутатов городского собрания Сочи, которые будут принимать участие в подготовке и проведении различных мероприятий, в том числе конкурсов мастерства. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Сочи стал отправной точкой масштабного проекта. Сегодня на курорте прошел первый всероссийский слет активистов движения «Ходи Россия». Цель проекта – популяризация северной ходьбы с палками, как доступного и увлекательного вида физической активности. Кстати, инициатор проекта – известная российская фигуристка Ирина Слуцкая. На слете поклонников здорового образа жизни побывала и наша съемочная группа. Около тысячи человек в Сочи собрались на первом в году всероссийском слете активистов движения «Ходи Россия». Оно объединяет любителей северной ходьбы с палками и тех, кто только решил примкнуть к рядам поклонников ЗОЖ. На большой спортивный праздник, который организовали прямо на трассе Сочи-автодрома, приехали активисты со всей страны. У нас в Владивостоке уже шесть лет врачи нашего центра проводят прогулку с врачом по набережной Цесаревича в Владивостоке с использованием скандинавской ходьбы. Но учиться никогда не поздно, поэтому мы приехали посмотреть, как делают они. Может быть, мы что-то еще для себя возьмем для наших жителей. Инициатор проекта «Ходи Россия» – прославленная российская фигуристка Ирина Слуцкая. Она создатель школы скандинавской ходьбы для людей с диабетом. Проект для определенного круга людей теперь перерос в движение для каждого. Это тот вид физической активности, который имеет в первую очередь доступность и фактически не имеет противопоказаний. Нам президент поставил очень амбициозную задачу. Это 80+. И именно скандинавская ходьба – это то, что мы можем предлагать и предлагаем людям старшего поколения. Цель слета в Сочи – не просто объединить любителей ходьбы, но и показать новичкам технику. Для этого на слет специально приехали инструкторы по этому виду активности – из Италии, Испании, Австралии, Казахстана и Украины. Главный гость – Марко Кантанева из Финляндии. Именно он придумал ходьбу с палками 22 года назад. Как признался Марко, фестиваль в Сочи превзошел все его ожидания. Я удивлен. Я занимаюсь скандинавской ходьбой 22 года. И с 1982 года я слежу за гонками Формулы-1. И я впервые на автодроме. Фестиваль и место его проведения превзошли все мои ожидания. В рядах участников слета сегодня было и много сочинцев на улицах города. Сегодня все чаще можно увидеть людей с палками для ходьбы. Увлекается ее и заместитель главы города Марина Бролюк. Если говорить о том, сколько народу занимается, то судя по социальным сетям и по тем группам, с которыми я встречаюсь, потому что я тоже занимаюсь скандинавской ходьбой, их достаточно много, но мы все разрозненные. Надеюсь, что сейчас мы договоримся и одним из результатов этой нашей сегодняшней акции как раз будет образование части Федерации скандинавской ходьбы в России, вот именно в городе Сочи. В этом году география проекта «Ходи Россия» значительно расширится. Он охватит более десятка городов страны. Завершится серия мероприятий в сентябре фестивалем в Санкт-Петербурге. Инга Габешия, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». 16 февраля «Медведи» встретятся с «Черными дьяволами». Матч сборных России и Бельгии по регби состоится на центральном стадионе Сочи. Начало игры в 14.00. Что ожидает национальная сборная от первого домашнего матча Европейского чемпионата? Почему игра с испанцами, прошедшая 10 февраля, не пошла? И как российские «Медведи» оценивают своего нового тренера Лина Джонса? На вопросы нашего корреспондента ответил игрок сборной России, капитан регбийного клуба «Кубань» Владимир Остроушка. В январе сборная России по регби готовилась к играм Кубка Европейских наций. Тренировки проходили в Сочи на базе Югспорта. В этом году сбор российской команды проходил под руководством нового тренера. Летом прошлого года был подписан контракт с 54-летним валийским специалистом Лином Джонсом. Он и готовит нашу сборную к предстоящему Кубку Мира, который пройдет в этом году в Японии в ноябре. Мы уже попали на Кубок Мира, то есть мы уже заняли там свое место в группе. И этот чемпионат Европы мы рассматриваем как основная подготовка к Кубку Мира. Помимо чемпионата Европы, конечно, еще будут тест-матчи уже предшествующие сам Кубок Мира. Но основная задача, да, это хорошо подготовиться как физически, так и быть оснащенным и в техническом плане. Что касается Лин Джонса, это новый специалист, который еще не полностью раскрылся. Он пришел буквально в декабре, то есть в ноябрьский, в ноябре, когда мы играли ноябрьские тест-матчи. С моей точки зрения, он зарекомендовал себя как хороший, грамотный специалист, максималист по жизни. То есть принес что-то новое, чему нам нравится у него учиться. А что это новое? Ну, у каждого тренера свои взгляды на игру. Где-то что-то новое в защите, в атаке, вообще в психологии регби. То есть много своих факторов, которые он принес именно в нашу команду. И я думаю, у него все получится. Серия игр Кубка Европейских Наций стартовала 10 февраля матчем с испанцами. Наша команда проиграла со счетом 14-16. Всему виной оказалась банальная преждевременная радость. Начали матч, конечно, уверенно. И уже, наверное, сыграло злую шутку, то, что мы после первого тайма поверили, что все закончится хорошо. Но испанцы не тот соперник, который тоже прощает ошибки. Где-то, может, неуверенность, много брака сыграло свою роль. Можно сказать, сами отдали эту победу. Конечно, это рейтинговые очки, это очки чемпионата Европы. Но еще не все потеряно. У нас впереди еще и Бельгия, и Германия, и Румыния, и Грузины. Так что все шансы мы сохраняем. Матч между российскими «Медведями» и бельгийскими «Черными дьяволами» состоится в Сочи 16 февраля на Центральном стадионе. Это будет седьмая по счету встреча. И во всех национальная команда выходила победителем, несмотря на упорное противостояние бельгийцев. Если у нас будет такая возможность, то мы, конечно, не дадим бельгийцам набрать очков и сами будем зарабатывать их максимально. Тем более мы играем в Сочи, это наш второй дом. Здесь мы проводим максимально времени и сборов, и игр. Так что, я думаю, и болельщики придут, помогут. Так что будем настраиваться на разгром. А что можете сказать о поле и на площадке? Идеальное поле, идеальные условия, идеальный климат для игры в регби. Если сейчас в Москве минус и навалило снега, то здесь солнце, сухо и хорошая атмосфера. Пользуясь моментом, хочется всех пригласить 16-го числа в 2 часа дня в стадион «Парус», «Югскорт». Будет жарко. После игры с бельгийцами сборная России встретится с Германией и Румынией. Матчи пройдут в начале марта. Последняя игра чемпионата Европы состоится 17-го марта против сборной Грузии. Это будет еще один домашний матч для медведей. Встреча пройдет на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, Дмитрий Говорков, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях, в группах «Новости Сочи ФКТ», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok